Привет! Сегодня мы будем смотреть фото, которые вы мне прислали. Артём прислал фотографию, которая прекрасно демонстрирует, что от просмотра нового выпуска на канале Фактория не отказываются даже домашние питомцы. Когда никакие другие методы уже не работают, остаётся только ставить такие таблички с небольшой угрозой. Кто знает, может где-нибудь действительно в кустах засел снайпер? У кого была такая игрушка? Цель в том, чтобы нажатием кнопки все колечки поместить на палочках. И у Ники это почти вышло. Вот только для последнего кольца места уже не хватило. Анна купила игрушку в автомате, а внутри оказалась такая конфета. Её название переводится как «шары верблюда». Ну и кому приятно такое есть? Владельцы собак часто сталкиваются с тем, что их питомцы наводят полный хаос, когда им становится скучно. Влад сказал, что его не было дома всего лишь час, а по возвращению его ждал такой сюрприз. Похоже, что в какой-то момент выход с этой стороны перестал быть нужным, и дверь замуровали. А вот лестницу убирать почему-то не стали. Глеб застал с поличным своего кота в тот момент, когда он лежал на чистом белье. Но вы только посмотрите на эти невинные глазки! Разве глядя в них его можно ругать? Этот снимок был прислан для нашей серии роликов про мелочи, которые бесят каждого. Вас тоже раздражает, когда пытаешься отодрать какую-нибудь наклейку, а она не поддаётся даже с десятого раза! Тем, кто уже прошёл студенческую жизнь, или в данный момент как раз находится на этой стадии, этот набор студента может показаться до боли знакомым. Самую обыкновенную лестницу можно превратить во что-то прекрасное, покрасив ступеньки в цвета радуги. Егор хотел перекусить лапшой быстрого приготовления. Начал открывать упаковку, и под ней его ждала ещё одна. Это что, какое-то испытание? Не все домашние коты любят прогулки на улице. Некоторым из них, чтобы выйти гулять, достаточно высунуться из окна через решётку. Главное, чтобы он там как-нибудь не застрял. Хотите попытаться разобраться в кошачьей логике? Тогда смотрите нашу серию выпусков про неё. Один из важных аспектов этой темы – понятие котов о комфортном сне, которое мы никогда не поймём. В этом случае вам придётся хорошенько приглядеться. Адель зашла в ванную комнату и увидела на стене эту утку. Кажется, здесь раньше была наклейка, которую плохо закрасили во время ремонта. Данил ел печенюшечки в форме рыбок, и в какой-то момент вытянул из пачки сиамских близнецов. Да-да, в мире выпечки такое тоже бывает. Когда твои соседи купили быка и поставили его на своём участке, сразу же хочется с ними сильнее сдружиться, чтобы прокатиться. Александра нашла в своём саду такую клубничку. Что вы здесь видите? Чайник? Лейку? А может быть, машущего лапой мишку? Для того, чтобы попасть в один из следующих выпусков, присылайте свои фото по ссылкам в описании. Говорят, что питомцы перенимают характер и повадки своих хозяев. Кот Максима уже давно спит как человек, но про подушку он, видимо, забыл. Некоторые занятия и хобби требуют усидчивости и терпения, поэтому за них возьмётся далеко не каждый. Вот прекрасный тому пример. Перед вами вышитая Лизой картина гепарда. Похоже, Юлии было безумно скучно. И она нашла для себя занятие на некоторое время. Попытаться настроить напор воды таким образом, чтобы струя попадала точно в эту дырку. Мама Юлианы нашла папину заначку. И что вы думаете, в ней было? Камуфляжные конфеты! Сладость для настоящего мужика! Некоторые зеркала могут превратить вас в четырёхглазого монстра, как Максима, приславшего это фото. Но комментаторов снимка почему-то больше привлекла белая глина, стоящая на полке. Гуляя по супермаркету, можно найти много различных несостыковок, если акцентировать внимание на каждой мелочи. Так, например, Игорь наткнулся на весьма странные яблочки. Вам знакомо чувство, когда сидишь дома за уроками и в какой-то момент задания тебя начинают сводить с ума. У кошки по кличке Соня тоже глаза в кучу от всей этой учёбы. Сушняк – страшная сила. Даже кошки, которые вроде бы должны бояться воды, под его влиянием способны на многое. Всё сделают, лишь бы попить водички. Никита нашёл на помойке целую коллекцию советских значков, среди которых есть даже орден участника Великой Отечественной войны. Кому вообще в голову пришло выбросить это? В жаркие деньки мохнатые братья наши меньшие страдают ещё больше, чем мы. Так кот Ярославы попытался охладиться, забравшись в открытый холодильник. Некоторые настолько любят своих кошек, что устраивают им настоящие праздники. Как вы уже могли понять, в этот день ему исполнился годик. Кажется, он пребывает в небольшом шоке. Не любите свою школу? Тогда взгляните на этот снимок. Никита рассказал, что сзади находится школа, а через дорогу – кладбище. Так себе местечко для учёбы подобрали. Ещё один случай, от которого у некоторых может случиться приступ ёрости. Вам знакомо это? Есть среди нас те, кто с полным спокойствием способен перенести такие ситуации. И вновь вернёмся к теме логики котов, которую человеку не дано понять. А вы говорите, что усидеть на двух стульях невозможно. Когда ты кот, ещё как возможно! Максим прислал фотографию момента, когда его хомяк увидел игрушку в виде хомяка. Кажется, в это мгновение он нашёл себе нового друга. Некоторым везёт на пустом месте. Максим просто заглянул в мусорку и обнаружил внутри пять белорусских рублей. Это 150 рублей в пересчёте на русскую валюту. Выиграй корову. Ну, не совсем корову. Годовой запас молока. Когда действительно умеешь привлечь покупателя громкой фразой. И вновь кот, который нашёл самую подходящую позу для сна. Домашние животные никогда не перестанут удивлять своих хозяев. Вот это я понимаю, качели что надо. Теперь и родители смогут насладиться ими, когда выводят своих детей на площадку. Ведь кто может получать удовольствие от того, что всегда просто стоишь рядом и раскачиваешь. Абай прислал этот снимок с подписью «Перфекционистам не осмотреть». Как много вещей в мире может разочаровать тех, кто привык, чтобы всё было идеально. Этот кот, похоже, пересмотрел передач про дикую природу с участием сурикатов. И решил перенять их характерную стойку, чем и удивил своего хозяина. Как вы могли заметить, в нашу группу во Вконтакте частенько присылают фотографии своих котов. Дима рассказал, что его питомец постоянно ворует конфеты, а потом валяется с ними. Антон услышал в новостях, что советует выходить в магазин только в масках. И понял, что настал его час. Ну а что, зато так точно будет безопаснее. Саша сообщил, что его кошек зовут Мася и Вася, и они лучшие подружки. И как настоящие подруги, всё делают вместе. Даже любуются происходящим во дворе совместно. Какой-то кошачий выпуск сегодня получается. Ну а что поделать, если четвероногие с каждым разом удивляют нас всё больше. Ваш кот тоже постоянно вас шокирует. Вы знаете, что нужно делать. Все знают, что у животных обоняние развито намного сильнее нашего, поэтому они любят нюхать всякие цветочки. Так, стоп. Или его привлекла вовсе не ромашка? Находясь вне дома, сейчас все играют в свои смартфоны. Но так было далеко не всегда. Кто ещё помнит про геймбой? Давайте посмотрим, сколько нас. Мама решила прибраться у бабушки, убрав ковёр. И через несколько минут она увидела это, рассказывает Настя. Ну а что, по-моему, очень даже неплохая вышка, чтобы контролировать уборку. Думаете, эта кошка просто решила временно подменить курицу? Нет. Она ждёт, когда её обед скорее вылупится. Я отчётливо вижу это по её хищному взгляду. Георгий разрезал конфету пополам и обнаружил внутри бульдога. В комментариях к фотографиям кому-то показалось, что он больше похож на паука. А как вы считаете? Все мы уже привыкли к тому, что происходит на экране телевизора. Но если он сломается, как в этом случае, ТВ-мир начинает играть совсем иными красками. Захару попалось две трубочки на одной пачке сока. Так у него появилась возможность поделиться им со своим другом. Почему бы и нет? Если вы боитесь, что встретитесь с акулой, отдыхая на морском курорте, то знайте, вы можете встретиться с ней в абсолютно любом месте. Ведь они способны передвигаться ещё и по небу. Ещё один кот нашёл отличное место, с которого видно абсолютно всё, что творится в комнате. У меня только один вопрос. Как он туда забрался? Не каждая игрушка способна порадовать ребёнка. Если она сшита не очень качественно, то вызовет у него немного иные эмоции. Какая-то гигантская собака наступила на это облако, оставив на нём свой след. И это удалось заметить одному нашему внимательному подписчику, которого зовут Максим. Максим сообщил, что ему сперва показалось, что это пулемёты. Но в комментариях, как обычно, начали развивать совершенно другую тему. Зачем на корабле нужна башня для лучников? Так ещё и из камня. Инесса рассказала, что её кошка постоянно представляет, что она гимнастка. И иногда их кот начинает за ней повторять. Видимо, тоже хочет иметь хорошую растяжку. Если вы считаете, что все животные грациозны, и с ними всегда получаются великолепные снимки, то вы глубоко заблуждаетесь. Иногда и у них получаются неудачные селфи. Вика прислала это фото и спросила, похож ли её кот на игрушку, которую для него купили. Как вы считаете? У Алины скопилась целая серия снимков, на которых запечатлено, как её кот подбирает, мягко говоря, не самый удачный подход к миске с кормом. А вот и яркий пример того, как питомцы перенимают всё лучшее от своих хозяев. Татьяна сказала, что это был очень жаркий денёк. Я не очень люблю историю, у меня по ней всегда были одни четвёрки и тройки. А знаете почему? Потому что мой кот постоянно мешает мне учиться, рассказал Арсений. А пока на этом всё. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото. Все ссылки в описании. Подписывайся на канал и, internation Deutschland. Продолжение следует...